Приговором Киевского района судовода Саратов от 16 февраля 2022 года по Копенко Алексея Львовича был осужден по части 4 ст. 160 Уголовной полиции РФ Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах, Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом, размером за 10 тысяч рублей, ограничение свободы, сроком на один, голос отбывания на казнах. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом. Решение свободы со штрафом. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом. Сидим к сильным годам. Решение свободы со штрафом. 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 Реш Буняевым составлено с нарушением нормы ПУКа, являясь недопустимым доказательством и не может быть положено в основу бензинного приговора. В свою очередь, о формальности проверки заявления в свидетельстве о наказании на метрикологического давления со стороны сотрудников полиции свидетельствует факт, что Полусова в ходе судебного заседания 9 февраля 2022 года сообщила, что для дачи объяснения, пожалуй, грузовыми ее не вызывали, а только по факту смерти Буняева. Кажется, сотрудник следствия Сергеева сообщила суду, что проверка уголовного дела возбуждена с награми на дачественных обращений граждан. Однако защитник указывает, что в деле нет ни одного заявления жильцов и клиентов ПУК РФСО о стройкомплект о Кантинене-2001, что свидетельствует о заказном характере уголовного дела, причем неоднократно говорили как разрубное, так и свидетельствует. Защитник считает, что почитающей экспертизе была проведена с нарушением, поскольку расцепочек Покопенко не изымается от постановления следователь Шатрофа, как указал об отказе Покопенко и его защитника от подписи. При этом судебному заседанию Покопенко пояснилось, что ему вообще не предлагали взять образец его почерка. Кроме того, автор жалоба полагает, что в исследовании судебного заседания аудиозаписи телефонного переговора Писаева, Горгина, Эпинина, Гнусареве и Минокрис не подтверждают прямое и непосредственное взаимосвязи между ними и Покопенко. Не подтверждается эта взаимосвязь и не написанная в доказательстве. На пользу представленных в виде доказательства указывают на то, что денежные средства граждан, перечисленные на расчет на счет РОПЦ, в какой линии сумме Покопенко не верялись, а в момент владения либо беден Покопенко имели под действием, не расстреливались и не передавались к имени лицам. Кроме того, автор жалоба полагает, что в следствии не приведено доказательство времени начала совершения и хищения денежных средств. В полной мере непроверены доводы Покопенко и его не виноват, и сумма похищенных средств, следовательный размер причиненного потерпевшим ущерба и не установлен. Доказательства этого не приведены в тексте обменных исключений и в иных материалах уголовного дела, что, по его мнению, препятствовало смотрению уголовного дела судом, и это принадлежало направлению до Покопенко и гостей. Обращаю внимание, что сумма похищенных денежных средств неоднократно менялась. 14 ноября 2014 года она составляла 507 181 339 рублей, что впоследствии было признать критическая ошибка. 6 сентября 2019 года она составила 57 563 137 рублей. Предначальное обвинительное заключение. Возвращенное прокуратурой 26 июля 2020 года в переприявленном объявлении появилось столько миллионов 896 990 рублей. Дорога-голубозащитник соглашается, ставя своими государствами по анализу выписок из Единого государственного инвестра гердических лиц, которые, по его мнению, не могут свидетельствовать причастности Покопенко к деятельности рассматривания организаций, выполнения их руководителями в них лишь минимальные функции, что повердается показания свидетелей Горпиенко, Лисисиной, Гнусарева, Микшун, Сергеева, Брехова. Также указывают, что в приговоре не отражены фамилии свидетелей, указавших на то, что директора управляющей компании указывали, что суммы, которые необходимо указать в письме «Российской жизни», и не указали ответственность ОРПЦ, не таких слизней и протоколи судебного заседания. По-прежнему, это указывает, что согласно протоколу судебного заседания до суда не доводилась информация о том, что ОРПЦ готовили отчеты перед администрацией заводского района, передавали их руководителям, управляющим компанией, а не докладывали главы администрации, которые и так полностью заранее ввозили информацию по этим суммам. Поэтому никаких вопросов не задавалось, ответственное расхождение в сумме поступивших денежных средств и перечисленных поставщикам не было. Данная информация участникам процесса судебного заседания не обсуждалась, а потому, сколько на них приговор не обоснован. Вместе, в нарушении 6-го постановления плена по судебного заседания на приговоре на 55-29 ноября на перечисленном службе в том, что ОРПЦ обострении показаний писаемых, как на доказательства оправдывающего Прохопенко, и не отключил их в обвинительный приговор, что является нарушением права, вторым нарушением права защиты. Согласно оглашенным показаниям вменяемого общения с Саимом с Прохопенко не более, чем его предположение. Одна из этих приговоров собираются на честное общение Прохопенко и Саева, как на установленный факт, что он не подтверждается следованием в суде доказательствами. В ДВС соглашается с выводом суда о подсутствии материалах дела, данных свидетельствующих о применении Касаева, Бергену, Реклинина и Носарева, психологического воздействия со стороны сотрудников полиции, поскольку Реклинина приобщала к материалам дела справку о вызове ее в ВВС и действий, никаких следственных действий не проводили. Он беседовал, как Уловская говорила, дать выгодные для следствия показания. В свою очередь, Вносарев приобщал документы и сообщал суда, что заеденные жалобы на действия сотрудников полиции он начал писать еще во время предварительного следствия. Воз обвинения исследовала рапорт о приведении проверки по факту оказания свидетелей данного уголовного дела психологического воздействия сотрудников полиции. Свидетель Крылов сообщил суда, что опасается своей жизни в подстоящее время. Приведет исследование, что указал приговоры, но не дам никакой оценки. Автор жалобы также полагает, что во обженном приговоре идет исключение перечисления всех представленных доказательств, но они не одним свидетельским показанием, как стороны обвинения, так и стороны защиты, суд не дал наложащие оценки. При этом, напреки ее изъяснению пременда в ВВС на Российской Федерации на 55-я 29 ноября 2016 года судебного приговора, о недопустимости так называемых флешечных приговоров. Писать мутирующая часть приговора полностью с приговором в отношении мусора Григорина и Саева или Пейна. Все вещественные доказательства их содержания из обвинительного заключения. В этом сохраняем сильное описание, о чем свидетельствует она из приговора, который указывает, что в документе существует и в значительной своей части имеется копии данных обвинительного заключения. Приговоры Киевского района суда в городе 26 ноября 2017 года составляют те же значения статистических воротов прошли. Так что приговоры на соглашение у дом для защиты организма в совещании дела Путурова по экскадемистрируемой судьбой в городе 4.0и судьбой в городе российской гаде, однако в ходе судебного заседания защитничество руководства не заявляло, что подтверждает копирование. Приговоры 16 апреля в году для этого поворота и приговоры, что в декабре 2017 года стоило судебный Гришин слову в слову. Почет свидетельствует момент для указанной защиты. Жалобит просвидетелей прохожатства в проекте статей 207 по КРФ. Следовательно, суд не дала оценку приведенному посудимому и его защитникам-довыдам, не рассмотрел данное уголовное дело в отношении прокоперки самостоятельно. Сторону защиты всем свидетелям был задан вопрос о причастности прокоперки в деятельности выше указанных организаций. Селико и потерпевшие осужденные ответы, что неизвестно, однако договоры не подняли. Защитник полагает, что внести к здоровым не соответствует времени статьи 23 и это правило обрушать принципы главного судопроизводства, так как независимые суды и за зависимость того свободы от снательного глаза. Суд неизвестно, чтобы обращать внимание на факт неоднократного нарушения в ходе судебного заседания права прокоперки на защиту, так как отсутствие защитников Афанасова в уважительной причине. Суд в этой инстанции проводил судебное заседание с назначением защитников в соответствии статьи 50-й, 51-й уголовно-пословного кодекса Российской Федерации, которые не могли в период отложения судебного заседания и ознакомиться с материалом главного дела, состоящего более чем из-за того, в полном объеме, и, соответственно, оказать прокопенко квалифицированную юридическую помощь. Помимо защиты, это дело сфабиковано стоит в доме своей службы, стоит устроиться на давление страны и средства, пусть приговор отменить, основать отношения прокопенко, оправдательный приговор. В возражениях на пенсионных жалобах адвоката Афанасиеву сказали, что не обвините, выражайте несогласность со сложными в ней добрыми, пусть оставить в виду твотворение, поскольку считает это и настоятельно, и полагает, что страна обвиненит достаточный свапок из доказательств, подтверждающего виноват судьбу в совершении применения в его преступлении. Судом, в данном, лежащая церковь, даже считает, что и вовремя суда соответствует фактически автористому уголовному делу, все доказательства, для которых суд сослался в приговоре и сделал по ним выводы, а виноват сфотопенко являются относительными к их системе нестоверными, поскольку собраны новым подворительным расследованием и представлены суд соответственно в деле не поправит. По мнению автора разражения никаких существенных процессуальных нарушений для проведения и предварительного расследования в рассмотрении дела суда и предварительной станции в допущенном году. Сторонам были созданы равные возможности по представлению доказательств перед разменом наказания суду, считая правильным определенным в полном соответствии с требованием уголовного закона при отсутствии оснований для применения вложений в том числе 156-43 УКРФ, правооснования для обмена переговоров и оправдания осужденных окопленков не имеется. Апенсационное представление государственного принесли, баллотозно до заседания суда апенсационной станции, в связи с чем не рассматривается. Доклад такой же. Случаем линии сторон по поводу жалобы. Первая выступает сторона, подавшая жалобам, остальные могут близкаться по порядку поступлений со своими предложениями. Поддерживаете жалобы? Да, уважаемые, я поддерживаю жалобы в полном объеме, также дополнения, многое было поднимают дополнения к опрессионным жалобам. Я также, доводы изложенные в дополнение к поддерживанию в полном объеме, просим отменить приговор, обвинительный приговор отношения Кокопенко и оправдать. Кокопенко Алексей Леонидович. Отсужденный Кокопенко, вы поддерживаете долгие жалобы, что-нибудь дополнительное действие? Да, вообще, если я поддерживаю жалобы, дополнения у меня по существованию нет, в левом заселении длина и полном объеме, и в лучшую людей, и подправок, и подправок, и жалобы. Уважаемый суд, полагаю, что долгие темы жалобы являются и состоят, и не подправок, и подправок, и подправок, и подправок, и подправок, и подправок. Представитель, 5 плюс. Уважаемый суд, приговор считаем законом об ослаблении 8-5, а без изменения описанной жалобы. Переходим к стадии проверки доказательств. Проверка доказательств состоит в исследовании каких-либо доказательств, имеющихся в материале дела и положенных судом обоснования принятой решений. Согласие сторон, дело может быть рассмотрено без проверки доказательств, учитывая, что следует задержание материалов дела участникам процесса известно, они могут ссылаться на них в подтверждении своих долгов. Адвокат Апанессио, когда-то поправили доказательств. Нет, не сняв когда-то, в принципе, мы готовы без проверки показателей рассмотреть, в связи с тем, что нам как бы уже известно, на второе было рассмотрено, уже всем участникам процесса известны все факты, которые есть в уголовном деле. На суде Прокопенко у вас ходатайства об оглашении каких-либо материалов дела с целью проверки доказательств. Нет, я уже не знаю, я знаю. У прокурора ходатайства по проверке доказательств. Нет, это просто не имеется. Представитель... Не имеется. Не имеется. По делу предлагается объявить перерывы подготовки садов к сторонам, к премиям, это будет следующий четверг, 16 июня, время 10 часов. Спасибо. 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 Спасибо.